Глава сорок третья И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Но это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых во веки. И дом Израилев не будет более осквернят святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереют дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими. И оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них во веки. Ты, Сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме всем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположения его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога. Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя. А основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне, сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него крови. Священникам от колена Левина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла беспорока, и пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца беспорока, и из стада овец овна беспорока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех, по козлу в день, так же пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов, и по овну из стада овец беспорока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава сорок четвертая И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных, перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь, сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольна вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кров, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог, никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне туг и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить в освятилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. У вясла на головах их должны быть так же льняные, и сподняя одежда на чреслах их должна быть так же льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надо будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева, и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного, и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои, и постановления мои, о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще семь дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владения не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление. И все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвичины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45 Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте пять тысяч ширины и 25 тысяч длины. Против священного места, отделенного Господу, это принадлежать должно всему дому Израилю. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставляли землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковой мерой, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле двадцать гер, а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мин. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об Илее. От кора Илея десятую часть бата. Десять батов составят хомер, потому что в хомере десять батов. Одну овцу от стадов двести овец стучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности княза будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячи, и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца беспорока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на верее храма, и на четыре угла площадки у жертвенника, и на верее ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в четырнадцатый день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноке. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех, и в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов беспорока, и в жертву за грех каждый день по кослу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфи на тельца и по эфи на овну, и по гину елея на эф. В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник в течение семи дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея. Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня двести сорок второй день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Изгиля, главы сорок третий по сорок пятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В отрывке для чтения на сегодня продолжается описание храма, показанного пророку Изакеилю. Сегодня я приглашаю обратить ваше внимание на тему «Славы Господней». Она рассматривается, во-первых, в сорок третьей главе, в первых пяти стихах. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видением, какие видел я у реки Хавара, я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». Об этом также в сорок четвертой главе, четвертый стих. «Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое». Господь здесь показывает свою волю касательно строительства храма и затем освящения храма после пленной эпохи. Напомним, что пророк Езекииль получает от Господа детальнейшие описания того, как следует построить храм после завершения Вавилонского плена. После завершения строительства слава Господня должна была наполнить это строение по Божью замыслу. Так случалось и раньше, во время посвящения предыдущих святилищ Господу, например, скиния Моисия, построенная в пятнадцатом веке до н.э. Книга Исход, сороковая глава, стихи 34-35, описывает посвящение этой скини на служение. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью». Помимо этого, во время посвящения, как рассказывает девятая глава книги Левит, стихи с 22 по 24, «И подняла Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинью собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Во время посвящения скинии, построенной под началом Моисея, Господь видимым, ярким образом благословляет эту постройку и освящает ее для служения. Подобное же сказано в отношении посвящения храма Соломона в X веке до н.э. Третья книга царств, восьмая глава, стихи 10-11. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господне наполнила храм Господень». Во второй книге Паралипоменон, в седьмой главе, первые три стиха, это описывают так. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господне наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господне наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господне на дом, пали лицом на землю на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Итак, и при посвящении скини Моисея, и при посвящении храма Соломона, Господь ярким, видимым образом являл свое присутствие и благословлял Дом Божий. Давайте посмотрим теперь, как произошло служение и посвящение храма, который был построен после завершения Вавилонского плена. Мы читаем об этом в книге Ездрю в шестой главе, в стихах с 14 по 22. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских, и окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых. И поставили священников по делениям их и левитов по чередам их на службу Божией в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили, возвратившиеся из плена, Пасху в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один, были чисты. И закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сына Израилева, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Я намеренно прочитал эпизод посвящения храма после плена целиком, со всеми указанными деталями, для того, чтобы задать следующий вопрос. Заметили ли вы в этом описании хотя бы что-то отдаленно напоминающее посвящение Скинии Моисея и храма Соломона? Описаны ли явления Божьей славы или же огня? Ответ, к сожалению, нет. Бог не явил своего присутствия, не послал благословений, не осветил этот храм. В результате появляется вполне естественный вопрос – почему, почему не было славы Божьей здесь? Мы сможем найти ответ на этот вопрос, сравнив, как обстояло дело во время строения Скинии Моисея. Вначале Господь на протяжении нескольких глав очень подробно описывает, что и как следует построить. Далее следует такое же количество глав с той же самой информацией, только теперь уже. Это описание того, как все было сделано. В рассказе о том, как все было сделано, повторяется фраза «как повелел Господь, так и сделали». Мы находим эту фразу в тридцать девятой и сороковой главах книги Исход восемнадцать раз. Прочитаем на выбор несколько. Тридцать девятая глава, первый стих. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». Теперь последний, сорок третий стих тридцать девятой главы книги Исход. «И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей». Посмотрим также в сороковой главе шестнадцатый стих. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Итак, в случае со строительством скинии Моисея, священное писание неоднократно подчеркивает, что все было в соответствии с волей Божьей изготовлено. Все до мельчайших деталей. Естественно, Господь смог поселиться в таком жилище, которое было построено в полном соответствии с Его волей. Помня это, давайте посмотрим на храм послепленной эпохи. В сорок третий главе книги пророка Иезекиеля стихи десятый и одиннадцатый говорят так. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выхода его, и входа его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». Господь, дав подробнейшие указания о том, как следует построить храм после Вавилонского плена, ожидая, что народ поступит по всем уставам, по всем чертежам, по всем правилам строительства, которые указаны через пророка Иезекиеля. Проявил ли народ послушание? Проверим хотя бы одну небольшую деталь. Сорок вторая глава книги пророка Иезекиеля, двадцатый стих. «Со всех четырех сторон он измерил его, кругом него была стена длиною в пятьсот тростей, и в пятьсот тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Здесь указана площадь двора храма. Это квадрат шириною в пятьсот тростей. Масштаб этой трости Господь тоже указывает. Сороковая глава книги пророка Иезекиеля, пятый стих. «И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью». Итак, это трость длиною в шесть локтей. Локоть приблизительно полметра, соответственно, трость длиною три метра. Три умножаем на пятьсот, получаем тысяча пятьсот метров. Одна сторона – полтора километра. Если вам доводилось быть в Иерусалиме, на храмовой горе, на храмовой площадке, вы знаете, что она намного меньше, чем квадрат со стороной в полтора километра. Печальный вывод заключается в том, что размеры, которые Господь указал через пророка Иезекиелю, не были соблюдены, хотя Господь обеспечил для этого все возможности. Указ царя Кира, который давал право иудеям возвратиться в Иудею, содержал в себе позволение именно на строительство храма, прежде строительства города. Город в ту эпоху лежал в руинах, и ничто не препятствовало подготовить соответствующую площадку, а затем на ней построить храм в соответствии с размерами, данными Иезекиелю. К сожалению, этого не произошло. Храм, который по замыслу Божию должен был стать еще более величественным, чем храм Соломона, на самом деле не шел даже в сравнении с тем, что построил Соломон. Как написано в книге пророка Агея во второй главе и в третьем стихе, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» В случае с постройкой скини Моисея и храма Соломона, на них снисходила слава Божья, потому что все было сделано в соответствии с волей Божьей. Бог поселялся в жилище, которое было выстроено по его замыслу. Однако храм после плена не был построен в соответствии с Божьим замыслом, и потому слава Господня туда не вошла. Тем не менее, есть и благая весть. Мы находим ее в отношении этого храма во второй главе пророка Агея, в стихах седьмом и девятом. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», — говорит Господь Саваоф. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Саваоф. Несмотря на непослушание народа, Бог все же исполнил свой замысел о славе. Желаемый всеми народами пришел, и славой его этот храм осветился. Но произошло это не после Вавилонского пленения, а в первом веке нашей эры. Саваоф. 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 Саваоф.